Коллеги, вы наверняка слышали об интересном деле, которое недавно дошло до касации. Оно касается темы работы на дому горячего вопроса, особенно для тех, кто возвращается из отпуска по уходу за ребенка. Ситуация такая. Сотрудница Ирис Консульт, кстати, вернулась из декрета и попросила установить для нее неполное рабочее время на дому. Причины звучат вполне убедительно. Ребенок не получил место в детском саду, а финансовое положение не позволяет сидеть без работы. Работодатель, однако, был не впечатлен и отказал и активировали тем, что офисные задачи никто не отменял. В результате спор докатился до суда. Апелляция, как добрый волшебник, встала на сторону женщины, подчеркнув, что ее требования – это не капризы, а защита прав на материнство, детство и право на труд. Но как можно отказать человеку, который и так уже работал удаленно во время пандемии? Все же знают, что Ирис Консульт – это не заводской рабочий, в офисе к станку вставать не нужно. Но касаться оказалось суровее. Давайте смотреть на бумаги, а в должностной инструкции прописано, что некоторые функции требуют офисного присутствия. По закону работодатель не обязан представлять удаленную работу, если это не прописано в трудовом договоре. Переводить на надомный труд можно только абсолютно тех, кто согласился. Так что на пересмотр и привет реальности. Ну вот, если хотите работать на дому, договаривайтесь заранее и четко прописывайте все в договоре. Иначе можно остаться на офисных просторах с мечтами о домашнем уюте. Как всегда, все ссылки на документы под этим видео. А для тех, кто хочет быть в курсе налоговых и правовых новостей, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Налоговая баллайка». Будем держать вас в курсе всех поворотов юридической баллайки.